Всем привет! В этом видео я хотел бы показать, как можно попробовать субстрат в действии. Посмотрим мы на примеры робономики, а именно попробуем установку и запуск синхронизации с передачей телеметрии вот по такому-то адресу. Здесь собирается телеметрия от цепочек, которые используют субстраты и готовятся к запуску экосистемы Паука Дота. Ну и, соответственно, я покажу на примере своих машинок. Вот они у меня выделены. Здесь у меня три виртуальные машины участвуют в поддержке робономики на субстрате. И, как видите, у меня сейчас одна машинка, которая на Нюке установлена, имеет последнюю версию такого 0.10.1. А вот две виртуальные машины из нашего офиса, соответственно, они предыдущей версии. И сейчас на этом видео я одну из них обновлю. А процесс обновления и процесс установки, в принципе, с нуля в простом виде, когда вы не компилируете из исходников программное обеспечение, он практически ничем не будет отличаться. Вот. Что нам нужно? Первое, нам нужно с вами зайти на GitHub. Заходим в GitHub аккаунт организации Aerolab. Спускаемся, находим здесь в незакрепленных репозиториях вот такой вот repo-substrate-note-urbanomics. Дальше здесь есть вот такая вот хорошая длинная инструкция. Но это для тех, кто хочет поглубже уже разобраться. То есть я советую сначала попробовать сделать, как я. Покажу из релизов, установить из уже собранного файлика, запустить. А уже потом попробовать почитать ритмами внимательно и скомпилировать, если будет интересно, и самому запустить уже после. Итак, переходим в релизы. И что мы видим? Мы видим, соответственно, релиз 0.10.1 как раз здесь. Вот у нас с вами подготовленный под Linux уже не экзешник, а исполняемый файл. И теперь я перехожу к... Так, я копирую ссылку. Перехожу в консоль. Вот сейчас я выключу машинку. Видите? NSHQ1. Здесь у меня в телеметрии. Давайте вернемся. Сейчас она пропала. Нету. Остались только мой нюк. И вторая виртуальная машина из офиса. Тоже со старым протоколом коммуникации. И возвращаюсь. Забираем файлик. Так, давайте сейчас проверим. У меня здесь есть. Да. Удалю. То, что у меня здесь уже скачано. Вегетом скачиваю... Вегетом скачиваю, соответственно, файл исполняемый. Сколько? Он где-то в районе 30... Сейчас 30-32... 32,5 мегабайта. Так что это недолго будет. Скачал. Затем надо изменить права на запуск этого файла. Меняем права. Проверяем. Стал зелененьким. И все, в принципе. Уже можно его запускать. Единственное, так как, как я говорю, я обновляюсь с версии 0.10.0 на 0.10.1. И если дальше вы тоже, кто слушает и смотрит видео, будете обновляться, то вам после каждого обновления версии желательно почистить... почистить... Chain. То есть, почистить цепочку блоков. Находится которая в домашней директории. Local. Shares. И здесь Robonomics. Вот по такому пути я чищу Chain. И могу запустить теперь узел. Если добавить ключик Name, и дальше можно ввести ваше имя. Если вы не добавите этот Mood, то запустите узел. Он запустится с рандомным именем. Случайным. Ну, давайте сначала сейчас запущу с именем. Так. Вот. Произошел узел робономики. Давайте почитаем логи. Версия 0.10.1. Сделан Aerolab. И... Так, так, так. Будем. И теперь давайте перейдем в телеметрию обратно и посмотрим. Вот мой нюк. Теперь он в версии 0.10.1. Поймал 4 пира. И, как видите, начинает активно синхронизироваться и передавать сигнал об этом. Вот если сейчас, еще раз повторю, запуск только без имени, если я уберу имя и запущу... Давайте посмотрим, вернемся. Вот, видите, появился зонтик 5157. И продолжает синхронизироваться. Вот я его снова... Остановлю, добавлю и верну его уже с именем на дальнейшую синхронизацию. В принципе, все. Таким образом, можно попробовать за 5 минут в действии... Программное исключение написано в Substrate для поддержки своего чейна. Вот, так что пробуйте. Ну и кто попробует уже из собранного релиза, милости прошу в Ридми почитать здесь и попробовать пройтись уже по усложненной версии. Вот. Все ссылки, которые нужны были здесь на видео, будут в описании к видео. Если что, задавайте вопросы, пишите в комментарии. До новых встреч! До новых встреч!